Продвигаюсь в другой конец города за тремя товарищами Ремарко. Мы готовились вдруг встретиться в пять. Сейчас уже 17 минут. Ну, немного не по плану, дела пошли. Подсъёмочка. Немного припозднее. Красиво. Красиво. Ой, вот это вот сразу видно родилось в Питере. В смысле, что красиво. Да. Малая. Мне сказали, купил в отстойном переводе, читайте, пожалуйста. Приятного чтения вам в отстойном переводе. Импровизаторы. Истории в ютубе. Мы всё. Обалдеть. Начинаем смотреть. Импровизация не живёт. Мы опять куда-то запёрлись. Первый раз в серии. Это я не знаю, это какой-то... Не знаю. Ничего снять нельзя. А что, в первый раз видела? Да, в первый раз. Ты всё со мной. Вот ты ещё сказала, опять куда-то припёрлись. Реально опасно ходить. В продолжении видеорепортажа они прутся пешком. Я её заставила идти с проспекта Ветеранов до... С Венигородской пешком. Мы идём. Идём на улицу. Всё, только нигде. Ни автобусных остановок. Ничего. Просто какая-то хром-зона. Нам до метро идти минимум полчаса. В.В. 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 Ленинград. СВВ.ру Помню я имя твое Света Лена, Вика, А, Вероника Солнце, Монако Для чего скажи меня У нас МВК, как же твой взгляд Светик ярко, даю смысла Ноль, если тебя рядом нет Ты такая одна, ты так бесплощадна Хочу тебе подкатить, но маловероятно Что внутри меня дарит Ну-ка, бамы, докторик Воль бы сейчас нам с тобой запариться Яска, пребиры, качели мне Дальше, Оскар, этой богине Словно, кухон, бальдина Ты не хочешь, ладно За это ты меня не осуждаешь? Нет Ура! Они дошли, они доползли до сюда Тяжело Красота продолжается Пол одиннадцатого Я наконец-то дома У меня болит все По дороге мне Саша Проспойлерила Три товарища Спасибо Я такая Ой, ты не читала? Я думала, ты купила просто Потому что хотела в таком издании Спасибо Я вот подозревала, что знание того, что эта книга якобы плохо переведена Будет заставлять меня неосознанно искать тому подтверждение Я их нахожу Вообще, я начинала читать эту книгу еще в мае Мы ехали в поезде Я взяла с собой книгу Но не хотела читать ее И стала читать трех товарищей в электронном формате И мне тогда очень понравилась одна цитата Я вот подумала, что вернусь обратно Куплю себе бумажный вариант Выделю эту цитату и буду наслаждаться Ну что вы думаете? Я нашла эту цитату И она мне не нравится уже Вот для сравнения Как написано вот в этом переводе Живется мне неплохо Работа есть Сил хватает Пока держусь Нахожусь, как говорится, в добром здравии Только вот лучше поменьше думать обо всем этом Особенно, когда остаешься один Вечерами Не то вдруг накатывает прошлое И таращит на тебя мертвые зенки Впрочем, на то ведь и существует на свете шнапс И как я прочитала изначально Собственно говоря, я мог быть вполне доволен Жилось мне неплохо Я имел работу Был силен, вынослив И, как говорится, находился в добром здравии Но все же лучше было не раздумывать слишком много Особенно наедине с собой И по вечерам Не то внезапно возникало прошлое И таращило мертвые глаза Но для таких случаев существовала водка Ну вот согласитесь, не слишком большая разница Но нет, нет, она начинает выпендряться Но я думаю, я привыкну И мне кажется, я Триумфальную арку читала в этом же переводе Ну, по крайней мере, это была эта же серия Я думаю, тот же самый перевод И все у меня было хорошо И все цитаты мне нравились Ну, а так, о чем книга, мне кажется, передает название Три товарища живут в послевоенной Германии Все прошли через Первую мировую войну И пытаются как-то отстраниться от этого травмирующего опыта И жить настоящим Потом в жизнь одного из них вырывается любовь И все меняется Я вот читаю и начинаю понимать свою подругу Которая сказала, что надо прекращать читать ремарка Потому что она уже понимает, чем там все закончится И все, ей это уже знакомо Я вроде бы читала только Триумфальную арку Но мне тоже тут все знакомо Они также постоянно пьют Также скоро появится какая-то нездоровая любовь За которую мы будем очень сильно переживать То же самое Кафе Интернациональ переместилось из Триумфальной арки Или отсюда в Триумфальную арку Не знаю, что первым было написано Но мне нравится Я вот последние несколько месяцев мечтала почитать ремарка Я исполняю свою мечту Мы ходили с подругой попрощаться с классной руководительницей Проболтали там три часа И забрали билеты бесплатные на концерт 28 мая пойдем Показатель термической стойкости Что он характеризует? Характеризует, насколько сложно поджечь уголь Химический состав завод Определяет возможность использования угольных завод Для других производств Например, бетонных... Кого? Бетонных плит Смесей Смесей Не смейся Сейчас мы дальше с тобой будем учить еще размеры И угольного куска Очень интересно Орех Семечка И цикави Любишь семечки? Не углевые Мамочка моя Моя мамочка Мне утонуло Ё-моё Если что, тебе дальше показ не буду увидеть Что? Что ты слышишь? Ты нравится? Нелана, блядь, поняла Ты ничего не поняла Ты не слышала даже Куда идти? Типа, что-то понимает Спасибо большое До свидания Куда идем? На Гороховую На Гороховую Мы и раньше знали, что где-то на Гороховой Поняла она На углу, говорю Там будет магазин здорового питания Это мучной переулок Магазин здорового питания Там будет фабрика Крупчино Крупской Крупской, может быть Ну, Крупочки Так, там павлик Так, есть Давай попробуем 19-й Ну, в принципе, у тебя все хорошо Не вижу больших проблем А как сон дозовел тебя? Нормально, наверное Мне всегда нравится слово Наверное Ну, может быть Боже мой Я живу ради этого Я живу ради этого Ура Мы переехали в декабре Я только сейчас Распаковываю Кольцевую лампу Она Она была очень Занятой Я чувствую, что я скоро Во всех пабликах буду Уверенность, к которой Я стремлюсь Не, ну, конечно Идеал Мужчина, а что у вас в пакетике? Исторический момент А я забрала сумочку И топик Вот И иду подшивать джинсы Чтобы завтра быть модной На концерте Как думаешь, у меня получится? Филибаса Филибаса Что получится? Что-нибудь Что-нибудь Ну, это что было? Я думал Я думал На тебе Сумная птица Часумная птица Птица Жалко птицу Иди в жуку Там так поется Да он не так поется Там так поется Господи, помоги Ну Ну В данном случае Я считаю Неплохо Даже швы почти сошлись Ну, почти Ну Я Я старалась Не получилось Неровный Зеркало Система Покупать Да Где моё зеркало? Что она в телефон смотрится? Хоть бы Лифт её сводить Что-ли Лифт её сводить? Походы Которые мы заслужили Пока я иду в парикмахерскую Расскажу Что за концерт В общем 27 мая День города В Питере И я так поняла В честь Этого События Сегодня 28 мая Проводится концерт На нём выступают Популярные артисты Я, если честно Не знаю Полностью Кто там будет И вот наша Прекрасная Классная руководительница Достала для нас Бесплатные билеты Ну Для тех Кто хочет Из нашего класса Кстати, я должна была 4 июня Идти на концерт Алены Швец Но я и пойду Только это должен был Быть мой первый концерт Но Планы поменялись Если честно Я шла стригать кончики С расчётом на то Что мне выпрямят волосы Но их не выпрямили А утюжок Я спалила Но мне это вообще Не нравится Вот вообще Что делать Фараон Здесь будет фараон Я ради Ванечки А, да А я ради Ванечки Ванечка Ванечка Ты знаешь слова А я не знаю А, я думала Другое Да, Полины Внушка Раю Ночи такие Тёплые Ты пойми, что первый Поцелуй Ты нольская Питя Люди, помоги Ты шат Ты нерая Я пицца Ты москвай Я пицца На одной Апитце Опять Ты нерая Я пицца Ты москвай Я пицца Люди, помоги Ты шат I'm begging I'm begging You To put your love And love Baby I'm begging I'm begging You To put your love ЛЕГО! 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 КЛАСС ПЕСНЯ КАРМА ГОРМА ЛЕГО! ПЕСНЯ ЛЕГО! ЛЕГО! РАДОМА БОЕ! ПЕСНЯ ВЕНЕРА Я ЕВИЦЕР Ты МОСКВАЯ ПЕСНЯ ЛЕГО! ПЕСНЯ Я послушала Ванечку Дмитриенко и иду домой, я там больше никого не знаю, но три дня дождя, фараон. Мне только надеяться на определенные песни, а их скорее всего не будет. И вообще они там странно их включают, поэтому я думаю, я устала. Энтони, лайк, смысл жизни. Я сказала, что принесу попозже, там где-то в комнате, но они не поверили и пошли его искать вместе со мной. Когда его не нашли, они... Ну ты достигла, что заканчиваешь. Почему она сделала лед из-за льда? И потом растопила его на сковород. После этих историй у тебя еще какие-то к ней вопросы? Ну нет, это видео просто фона, она не имеет значения. Я хочу просыпаться не в грусти, а с тобой под одеялом, нам будет отлично. Поездами к тебе плевать на эти движения. Слушайте, я все понимаю, но слово «тутошний» — это прекрасно. Даже не в зиологии, а просто в мыслях героя. «Тутошний». Но в целом я привыкла к переводу уже все нормально. И вот когда была у подруги в гостях, мы решили посмотреть, в каких переводах у нее ремарк. И каждая книга в своем переводе. Мы задались вопросом, в каком же переводе нужно читать? И оказалось, что там каждое произведение в своем переводе нужно читать. Там не так-то все просто, как могло показаться. А отношения главного героя мне пока нравятся. Я даже в некоторых эпизодах ассоциирую себя с его возлюбленной. Пока интересно. С наибольшей начинаем. Что такое моноподчиненность? Мона? Почему там? Моноподчиняется, наверное. Так. Что вы смеетесь? Что-то смешное я сказал? Так. Позвонки в позвоночнике. Нет, блин. Черепки в черепочнике. Кстати, кто по-русскому занимается? Вам же на платформе теперь задают домашние задания. Что, как вам? Не лагает? Какие-то вопросы, замечания, пожелания есть? Пока не делал. Туда его. Это я. Строила, в общем, великие планы на сегодня. Прорешала биологию. Собиралась проверять. Звонит незнакомый номер. Здравствуйте, Авдеева Анна Алексеевна. Вас беспокоит фамилия, имя, отчество. Не хотите ли вы нам с фамилией, имя, отчество составить компанию? Мы ждем вас на фонтане около вашего дома. Очень хочу, очень, очень. Вот уже выбегаю. А еще я собиралась попробовать подрабатывать курьером. Видимо, начну завтра. Плюс там еще надо оформлять самозанятость. А что-то как-то проблемки с этим возникают. У меня в тот момент плюс лед еще был. Мы погуляли немного. Я познакомилась с мальчиком, который переходит к нам в класс. Это друг друга. И мы договорились встретиться, поиграть в волейбол. Вот. Я не умею вообще-то, но мы договорились, что никто ругаться не будет. Ё-моё, я вся протрогла. И очень холодно. И руки я отбила. Но было хорошо. Я понимала, что подработка курьера может завести меня куда угодно. Но на кладбище. Ладно. Какое ужасно. Ё-моё, максимальный выход из зоны комфорта. Она попала сначала на какое-то кладбище, потом на какой-то завод, не завод. Одни мужики. Тут страшно очень. Непонятно, куда идти. Количество проволока. Ей пришлось позвонить человеку, пояснить, куда идти. И сделать что. Она поняла, куда идти. Нет, примерно я поняла. Я там уже была. Я носила, все будет хорошо. Господи, аллилуйя. Просто аллилуйя. Я этот завод уже вдоль и поперек изучила. Я забрала заказ, теперь его нужно отнести на место. Я не знаю, со сколькими людьми я уже сегодня пообщалась. А я туда пришла. А код не надо было забирать. А туда как пройти? Извините, я уже забыла. А как туда пройти? А я правильно понимаю? А вот сюда, да? Боже, просто. Прикольно. Мне бы еще не опоздать на репетитора. Последняя стрессовая ситуация за этот заказ. Е-мое, это, это мы куда? Я отнесла, я отнесла заказ. Зовите меня курьер. А еще я купила себе утюжок. Сейчас будет проба. Ничего. Ты как разговариваешь? Ты как разговариваешь? Бля, какая модная. Едем сдавать курсовую. Да? Не доделан. Доделан. Доделан, доделан. Ну, украла у брата куртку. Какова красота. Уже сейчас ночью я собираюсь ложиться спать. И думаю, на этом пора заканчивать влог. В книге я чуть-чуть не дошла до середины, но уже полностью втянулась в эти отношения. И за счет того, что возлюбленная главного героя плюс-минус уравновешенная, ну, пока она мне такое кажется, эти отношения какие-то более спокойные, стабильные, понятные мне. Но, с другой стороны, в Триумфальной Арке было интереснее наблюдать за этими бесконечными перепадами и их ссорами. Ну, возможно, я тороплюсь с выводами, и эта женщина еще нам покажет. Кадры с концерта Алены Швец ждите в телеграм-канале, я оставлю ссылку в описании, иначе слишком много концертов будет для этого влога. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца, увидимся вновь, пока-пока. Короче, он пассив, очень жаль. Да? Сейчас, подожди. Хорош. Так, короче, ждем. Ну, нет, как-то ненормально, но тихий какой-то, но вот этот, таким будет.